Символично, что площадкой для круглого стола по проблемам экологии Воронежа стал областной дом журналистов. Именно журналисты первыми приходят на помощь населению, защищая природу. Для Воронежа это очень актуальная проблема. И многое сдвинулось с мертвой точки благодаря губернатору Алексею Гордееву, который заставил областных и городских чиновников решать конкретные задачи и регулярно отчитываться перед населением. Нам помог уже Гордеев в этом вопросе. И мы сейчас пришли для того, чтобы конкретно узнать, когда будут документы и когда можно будет превратить эту лесопарковую зону в прогулочную зону для спортивных прогулок, для каких-то спортивных дорожек, для детей, игры. В дискуссии за круглым столом участвовали активисты более 20 инициативных групп, которые предложили выкладывать на официальном портале мэрии списки территорий, где будут законно вырубать деревья и строить дома, оставлять участки лесополос для организации зон отдыха и согласовывать с жителями микрорайонов целесообразность любого строительства. Мы предварительно обсуждали уже с общественностью постановку отдельных вопросов. Они касаются абсолютно конкретных точек, связанных с существующими зелеными зонами, с перспективами очень долгосрочного, понятного документа, который был бы открыт для населения. И плюс общественность также вносит предложения об актуализации отдельных нормативно-правых актов органов местного самоуправления, по включению, допустим, в координационный совет по зеленым наслаждениям представителей общественности. Участники круглого стола были единодушны, что такие встречи помогают власти слышать защитников природы, вовремя реагировать на нарушения природоохранного законодательства и принимать жесткие меры к нарушителям.